Вертолетная площадка, спортивно-тренерский блок и новая трасса. Все это появится в Бобровом логу. Красноярский горнолыжный комплекс готовит к универсиазе 2019. Фанпарк уже закупает новую технику, чтобы снег на трассах соответствовал стандартам ФИСУ. Оценить ресурсы объекта приехала вице-президент компании Норильский Никель, инвестора Бобрового лога. О наследии и обновленном Красноярском Куршевеле подробнее Олесь Рожкова. Выход из спортивно-тренерского блока будет непосредственно вот здесь, на вторую трассу. Люди будут съезжать в подъемник. Чтобы можно было выйти в лыжи. И сразу съехать. И сразу съехать. Пока спортивно-тренерский блок есть только на плане. От документа до реализации всего год. Здание появится на месте высотного городка, рядом с детской юношеской школой Олимпийского резерва. Кроме двух раздевалок на 70 человек и душевых, в нем разместят спортивный зал, где будут проводить соревнования по баскетболу или мини-футболу. А во время универсиаты в блоке одновременно смогут находиться 200 спортсменов, плюс большая часть студийского корпуса. Появится в Бобровом логу и своя вертолетная площадка. Площадка будет размещаться между вторым подъемником. За вот этим стеклянным зданием вы сейчас можете его видеть. Оно еще в процессе ремонта находится. Это требование ФИСУ. Это требование по требованию безопасности, потому что медицинские вертолеты должны всегда иметь свободный доступ к местам проведения соревнований. Все эти новшества – необходимые условия проведения соревнований. Бобровый лог – официальный объект 29-й Всемирно-Зимнего универсиады 2019. На его склонах разыграют 9 комплектов медалей. Во многом благодаря фан-парку студенческие игры пройдут именно в Красноярске. Ведь в момент предоставления заявки ФИСУ в 2012 году на право проведения универсиады, Бобровый лог был единственным готовым объектом для проведения соревнований. Бобрового лога уже трудно представить Красноярск. Официально его открыли только в 2006 году. Генеральный инвестор проекта компании «Норильский никель» уже вложил в строительство 2,5 миллиарда рублей. 9 лет уникальный горнолыжный курорт привлекает тысячи гостей со всех уголков мира. Фан-парк внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Сибирские трассы соответствуют мировым стандартам. Здесь проводят соревнования краевого и федерального уровней. За 9 лет на склонах проведено больше 270 соревнований. Из них 84 – федерального уровня. Все уровни соревнований по горным лыжам, сноуборду и фристайлу всероссийского уровня в разные года у нас проходили. Проходили на очень хорошем уровне. В том числе и старты, которые проходят под категорией ФИС. То есть приезжают международные техделегаты, которые оценивают работу как судейской бригады, так и команды фан-парка, которая готовит трассы и обеспечивает проведение соревнований. Первые тестовые соревнования по стандартам универсиады проведут уже в следующем году в марсе. Сейчас посетителям доступны 14 трасс разного уровня сложности. Сами же студенческие игры в 2019 году будут проходить на этих трассах. К ним Международная федерация студенческого спорта предоявляет жесткие требования. Для подготовки склонов специально купили новый ратрак. Машина уплотняет снег. В планах закупки еще техника для заливки трасс. Ведь по правилам ФИСУ снежное покрытие должно быть жестким. Изменят свой вид к универсиаде и сами трассы. На них одновременно кататься смогут в два раза больше человек. Что важно, все эти приготовления никак не помешают красноярцам проводить время на склонах. Трассы, которые существуют, будут расширены. Будет построена новая трасса. Будут построены новые зоны для фанов. Это очень много для данной горы. И мы думаем, что будет не просто легче заниматься, будет интереснее заниматься. Объекты Олимпиады должны использоваться по назначению и по истечению этого знаменательного события, так и объекты универсиады. Будут использоваться всю жизнь этого комплекса. В дальнейшем спортивно-тренерский блок будет использоваться. Так же, как и детская юношеская спортивная школа сейчас использует свой объект. Все останется красноярцем. Красноярский край всегда мог рассчитывать на Норильский никель. Не только в плане проведения конкурсов, но и в плане исполнения этих конкурсов. Я имею в виду по проведению универсиады, конечно. Потому что мы социально ответственные предприятия. 6 декабря в фан-парке будут праздновать официальное открытие 10-го горнолыжного сезона. В программе детский конкурс снежной бобронавты, первый этап любительских соревнований по горным лыжам и сноуборду, фан-кап и много еще интересного. Например, можно лично оценить качество склона, как это сделала вице-президент компании «Норильский никель». Елена Безденежных признает, кататься в бобром лагу можно с любым уровнем подготовки. Ощущение самое хорошее, потому что, во-первых, это действительно рядом город. Ничто не мешает сюда добраться с центра города за полчаса. Это большой плюс. Второе, то, что это объект «Норильского никеля». Конечно, меня охватывает в самые добрые чувства, потому что это и гордость за то, что объект уже существует, это и гордость за то, что у нас есть планы на развитие этого объекта. Воздух здесь великолепный, и один только заповедник, находящийся рядом, об этом уже свидетельствует. Красноярсия повезло. Для нас это все в шаговой доступности. Олеся Рожкова, Павел Ваницкий, 7 канал. Олеся Рожкова, Павел Ваницкий, 8 канал.